Всем добрый вечер, кто присутствует в классе, кто присутствует по вебинару. Меня зовут Щербаков Николай, я являюсь преподавателем Центра компьютерного обучения и тренером Microsoft. Если какие-то в дальнейшем вопросы появятся по направлению ОООК любой версии, на почту пишем. Вопросы будут часто появляться, не возбраняется, пишем, по возможности порешаем. Запишем адрес электронной почты. Сегодня мы рассмотрим новые возможности, появившиеся в Outlook 2016, на пакет Офис 2016. В дальнейшем, если перейдем на пакет 2016, чтобы мы могли совершенно спокойно это сделать, без волнений. В целом, интерфейс остался классическим с предыдущей версии, 10, 13, 16. Появились интересные нововведения, сегодня мы их рассмотрим. Построим наш вебинар таким образом. Сначала рассмотрим новые возможности, добавленные разработчиком в пакет Офиса 2016 непосредственно. Outlook 2016. Коснемся нововведений, перетекших с 13-й версии. Ну и потом пройдемся по основным возможностям программы. В целом, по календарю, задачам, планирования. Именно чтобы, переходя на новый пакет, устанавливая, мы сделали это совершенно спокойно, без каких-то волнений. И спокойно использовали в работе. Если у кого еще не установлен Офис 2016, а в дальнейшем захотим это сделать, на сегодняшний день компания Microsoft предлагает любому пользователю скачать с сайта Офис 2016 версию превью, полноценную, 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 аж на 3 месяца, на 90 дней. Вот, выйдя на сайт Microsoft, нам достаточно быстро по ссылкам, можем в запросе по ссылке скачать Офис 2016, быстро найти ссылочку Microsoft, где на страничке нам будет предложено скачать 32- или 64-разрядную версию, ключ установочный, то есть на следующий день компания предлагает это сделать легко. Аж на 90-ти минуты. Пока версия превью, финальная версия, может, конечно, здесь вчера не было, сегодня появилась, но еще не попадалось в предложение финальной версии. А превью можно скачать с собой. По анонсу Microsoft в новую версию Офис 2016 добавлены нововведения, которые улучшают возможности программы с точки зрения функциональности, ну и немного с точки зрения эстетики элементы внешнего вида и в настройках. Первое нововведение, которое мы видим после запуска программы, кстати, кто в аудитории у нас есть, а вот у 2016 на компьютерах. Нашли? Нашли? Хорошо. Первое нововведение, которое мы видим после запуска программы, это цветовая схема согласно ярлыкам. То есть, когда мы ставим пакет Офис 2016, мы видим ярлыки программ PowerPoint, Word, Excel, Outlook и цветовая схема по умолчанию согласно цветовой схеме ярлыков. 2016 Outlook – это ярко-синий фон. Само собой, можно поменять в любой момент. Настройки остались прежними. Во вкладке «Файл» – «Параметры» в настройке «Тему Офис» мы видим вот эти варианты. В 10-м, в 7-м были варианты синий-черный, в 10-м – темно-серый-белый. В 13-м аналогично, в 16-м добавили еще разные цвета. Это вот эта цветовая схема ярко-синий варианта «Файл-параметр». То есть, можно, естественно, поменять. Ну, не столь значимый для работы вариант. Следующее новое введение по интерфейсу визуального отображения. Когда мы меняем размер программы, конечно, не столь существенно по самой работе, но тем не менее, когда меняем размер программы, вот на скрин нажата кнопка «Ограниченный экран» и автоматически сворачивается область папок. То же самое, что мы можем делать, нажимая кнопочку «Свернуть и развернуть» или «Двунаправленной стрелочкой». Это делает сейчас программа автоматически. Ну, как анонсировано у разработчика, при небольшом окне, внешний вид программы имеет отображение как на телефоне или на смартфоне. Ну, это анонс Microsoft. То есть, панель папок сворачивается автоматически. Аналогично окошко, только с текстом и отображением. Следующее достаточно интересное нововведение, считаю, достаточно серьезным его в плане работы. Ну, опять, как анонсировано разработчикам, всегда на форуме Microsoft пользователи подписали, что не удается быстро найти в справке нужный вариант команды. Как создать мероприятие, как создать встречу с приглашением, как назначить задачу, как отследить автоматические выполнения. Ну, по любой программе имейки офиса, не быстро, если кто искал, в принципе, да, так оно и имеет место быть. На сегодняшний день в пакете 2016 офиса и в Outlook в частности добавили серьезное нововведение. Это помощник. Если обратить внимание, на панели вкладок есть область. называется «Что вы хотите сделать?» И вот в этой области мы указываем простыми словами запрос. Допустим, хотим создать задачу, хотим создать встречу, хотим создать контакт. И мы не просто получаем help, вот почему это наученство достаточно серьезное нововведение, мы не просто получаем help, а получаем реальную силку на выполнение этой возможности. В следующем примере в области поиска я указываю, хочу изменить область чтения, забыл, как менять область чтения справа, или справа, или снизу. Начиная набирать область чтения, Outlook непосредственно предлагает команду, это то же самое, что мы сейчас были бы во вкладке «Вид», и нажав кнопку «Область чтения», выбирая справа и снизу отключено, сразу предлагает выбрать этот вариант. В следующем примере хочу создать собрание. Кто использовал Outlook, повторю, мы сегодня в процессе занятия еще пройдем по всем возможностям, чтобы совершенно спокойно видели новую программу, и при необходимости установив, сразу начали работать, неважно, кто какую версию использовал ранее, но вот эти серьезные нововведения интересные. Хочу создать собрание. Хорошо, перейду в папочку «Календарь», на ленте нажму кнопку «Создать собрание», а в строке «Поиска», начиная набирать собрание, Outlook сразу предлагает команду выполнения этого действия. Если я сейчас щелкну по команде «Приглашение на собрание», откроется окошко с строкой «Кому?» для указания приглашения, что, конечно, можно было бы сделать и через календарь. Продолжение поиска. Интересное нововведение. Если раньше был назван разработчиком «Интеллектуальный поиск», если раньше был обычный «Help», то сейчас, когда мы выделим, ну, допустим, пришло письмо, и если мы выделим часть текста в этом письме и нажмем правую кнопку по этому тексту, то появится новая команда контекстного минимума, которая раньше не была, называется «Интеллектуальный поиск». Если мы выберем эту команду, то в окне «Outlook» справа в области задач появляется окошко с анонсом по этому поиску. Это то же самое, что мы делали бы, выйдя в интернет, и в поисковом браузере скопировали бы в поиск и нажали бы «Enter». Все это сейчас происходит в программе, названном «Интеллектуальным поиском». Если посмотрим на следующее отображение, вот встал на полученное письмо, выделил Outlook, ссылочку в этом письме, нажал правую кнопку, появилась команда «Интеллектуальный поиск». Когда первый раз входится в эту команду, справа в области задач Outlook показывает условия конфиденциальности, нужно просто нажать кнопочку «Ясно». Там в описании написано, что ваши сведения отправляются в интернет для поиска вашего запроса. Следующее отображение. На наших компьютерах это нет. В данном случае я подготовил скрин экрана по данным возможностям. Но к нашим компьютерам мы еще обратимся. В следующем окне, щелкнув по ссылочке «Ясно», справа в области задач программа показала мне критерии поиска, то же самое, что я искал бы в интернет. Если я щелкнул по этой ссылке Outlook, откроется уже полный Help, Outlook, программа, пакеты Microsoft Office. В следующем окне встал на очередное письмо «Всемирная партнерская конференция». Еще раз повторю, использование интеллектуального поиска, выделив любой текст слова или любой текст в полученном письме и нажимая правую кнопку, в контекстное меню добавили команду «Интеллектуальный поиск». Выбирая эту команду, справа в области задач появляется ссылка на наш запрос. То же самое, что мы увидели бы, если это делали бы в интернете только на сегодняшний день. Это происходит в окошке программы Outlook. Последующее новшество Outlook 2016. Тоже, можно сказать, интересные команды, уже не так критично для работы. Ну, все новое. Чем больше, тем лучше. Называется «Быстрые команды в строке вложений». На сегодняшний день, когда мы получаем сообщение, то в области чтения мы видим ту же строку вложений, как это было во всех предыдущих версиях, а только еще появляются кнопочки раскрывающихся списков. Раскрывая которые, то, что мы раньше делали по правой кнопке мышки, мы все же делали правой кнопкой на файле «Сохранить вложения». На сегодняшний день мы видим вот эти кнопочки, нажимая которые, просто попадая в окошко, что мы хотим сохранить одно вложение, все, если их несколько. Это при получении сообщений, еще более интересно, при отправке. На сегодняшний день, в версии 2016, когда отправляем сообщения с вложениями, нажимая кнопку «Вложить файл», программа нам предлагает 12 последних использованных документов, которые мы обращались, так проще сказать, и неважно пакет офиса или любые другие файлики. И плюс появилась возможность, но они чуть попозже, вставка файлов из облачных серверов, в частности, OneDrive. Первый скрин, создавая сообщение, нажав «Вложить файл», мы видим 12 ранее использованных документов, которые открывались на этом компьютере, к которым мы обращались. И еще одно интересное нововведение – это использование облачных серверов. На сегодняшний день к облачным серверам большое внимание уделяется разработчиками. Если у кого нет учетной записи на сервере OneDrive, обязательно создадим. Сейчас немножко вперед пробежимся. Действительно, доступ к нашим документам может нам понадобиться с любого в мире компьютера. Находимся в командировках, в поездках, на отдыхе. И если мы хотим, чтобы какие-то документы были всегда у нас под рукой, не на флешках, а был бы компьютер с интернетом, если у кого нет на сайте OneDrive учетной записи, это сделать можно буквально хоть сегодня, за 5 минут вечером. Выйдя на этот сайт, нам предлагается зарегистрироваться, просто заполнить анкету, как всегда, при регистрации почтового ящика. После чего нам предлагается загрузить на компьютер программку небольшую OneDrive. Ну а использование – это буквально несколько слов. OneDrive, если кто не использовал. Появляется папка на нашем компьютере OneDrive, и все, что мы на нее запишем, ну скопируем любые наши папки, документы, мы увидим у себя в учетной записи OneDrive на сайте. Естественно, входя с любого компьютера в свою учетную запись OneDrive, ну где есть компьютер с интернетом, мы увидим те документы, которые мы синхронизировали. То есть записав программу OneDrive, и заведя учетную запись, все, что мы в папку на своем компьютере OneDrive пишем, мы видим с любого в мире компьютера. Интересная возможность, если кто еще не пользовался. Ну, вернемся к скрин. Возможности. И вот следующее новое введение, когда мы вставляем файл, нажимаем кнопочку «Вложить файл», кроме 12 ранее использованных документов, которые предлагаются нам просто пометить для вставки, появляется еще строка «Обзор мест в интернете». Если мы имеем учетную запись на сайте OneDrive, появляется ссылка для выбора этой учетной записи. И выбрав эту ссылку, предлагаются те папки и файлы, которые мы храним в своей учетной записи OneDrive. Интересное новшество. Заведем учетную запись, если у кого она не заведена. Ну и небольшое дополнение. Когда мы вставляем файлы из папки OneDrive, нам предлагается выбрать разрешение. Вот здесь вставлен файлик «Презентация» в письмо. И если нажать не спадающее меню рядом с этим файликом, вот эта кнопочка, которая появилась в сегодняшней версии, нам предлагается выдать разрешение, как мы хотим, чтобы пользователи использовали данный файлик. Или просто для чтения, ну или для полного доступа, редактирования, сохранения. Небольшое изменение по интерфейсу. Когда мы получаем сообщение, которое было отправлено кроме нас еще в группе людей, то мы по умолчанию видим не только количество, как это было ранее в предыдущих версиях, видим не непосредственно имена получателей, а видим их количество. Ну, естественно, щелкая по этой циферке, мы видим, кто получал этот файлик. Ну, такое новшество, оно и раньше было наглядно. Ну, сейчас все интеграция на планшетный вариант, на смартфоны, где экранчики не очень большие, поэтому вот эти нововведения. На Nokia, да, Microsoft, операционная система, там, конечно, это наиболее удобно и наглядно. Экранчик сворачиваем, сворачивается справа область задачи. Вот это нововведение отображения. Следующая новиночка, названная «Клата». Ну, в переводе «Беспорядок, хаос». В папках Outlook, в новой версии 2016, правда, забегая немножко вперед, данная возможность на сегодняшний день предлагается в бизнес-редакторе пакета Office 365 и бизнес-редакции Office 2016. Но в дальнейшем Microsoft обещает эту возможность предоставить всем пользователям, в принципе, там ничего такого особенного, что требует какой-то большой оплаты. Это папка «Клата» или в русскоязычной версии, названная «Несрочная». Сейчас мы оба варианта посмотрим. Суть этой настройки в чем заключается? Те письма, которые мы почти никогда не читаем, ну или долгое время не читая, игнорируем, удаляем, не отвечая на эти письма, Outlook начинает понимать как несрочные и помещает их в специальную папку, то есть в папках, в области папок Outlook, в списке папок, добавили на сегодняшний день папочку «Несрочная». Ну, в английской версии «Клата» называется. И письма, которые мы частенько удаляем, не обращая на них внимания, не отвечаем, в дальнейшем будут сами в эту папочку попадать. Это полноценные письма, ничего с ними происходить не будет. Просто, чтобы не засорять почтовый ящик вот этой лишней рассылкой, которая, конечно, кроме нежелательной почты, также приходит, ну, к некоторым письмам обращаемся, к некоторым нет, добавили вот еще такое нововведение «Несрочное». Если мы отнесем, ну, «Система учится», как в Microsoft анонсированное машинное обучение, те письма, которые мы не читаем, не отвечаем, в дальнейшем будут сами помещаться в эту папочку. Те письма, которые явно нам не актуальны, мы просто буксируем, но не удалять, не хотим пока удалять, может быть, когда понадобится, мы их помещаем в папку «Несрочная». В дальнейшем программа будет это делать автоматически. Если вдруг какое-то письмо из ранее помещенных в эту папку автоматически или ручным способом мы отнесем в папку «Входящие», и впредь «Алтуг» больше не будет помещать их в эту папочку. Начнем в 2016-й версии. Добавили папочку «Клата» в англоязычной версии или в русскоязычной «Несрочная». Единственное, повторю, если кто использует пакет офиса 365-й или «Алтуг» превью-версию 2016-й, этой папочки может не быть. Майкософт постепенно обещает ее в офисе-версии включить, пока она анонсирована в офис 365-й для бизнеса, и если мы имеем учетную запись в офис 365-й для бизнеса, входим и скачиваем бизнес-версию пакет офис полноценно на компьютер, эта папка появляется. Для дома и офис 365 для дома она пока отсутствует, эта папочка. Если кто использует офис 365, по умолчанию эта папка отсутствует. Вот так решили ее по умолчанию не отображать. Ее легко отобразить в настройках офиса. Если посмотреть на интерфейс 365 офиса, то наверху кнопки «Настройка» команда «Параметры». И в параметрах Outlook в команде «Несрочные» есть команда «Отделять несрочные элементы». После выбора этой команды эта папка появляется. В общем, по умолчанию, в десктопной версии 2016 эта папочка есть. Кто использует 365 офис, ее нужно включить. Кнопки «Настройка», «Параметры». У нас это нет. Я по 365 офису немножко о настройке сказал. Кто-то, возможно, использует. Чтобы ее получить, нужно включить, отображать эту папку, «Отделять несрочные элементы», как эта настройка называется. Когда мы активируем эту команду, появляется папка «Несрочные» с письмом описания основных возможностей по этой папке. Вот папочка «Несрочные» в пакете 365 офиса, вот папочка «Несрочные» в десктопной версии Outlook. То есть появилась еще одна папочка. Ну что, вот самые основные возможности новой версии 2016. То есть не так много. Наиболее интересное – это интеллектуальный поиск. Выделяя в письме любую ссылку, любой текст, нажимая правую кнопку, мы получаем команду «Интеллектуальный поиск», щелкая по которой не в интернете, как бы мы искали, а в окне Outlook предлагается анонс по этому критерию. помощник, серьезное нововведение, помощник. Действительно, еще раз вернемся к предыдущим скрин-экранам. На панели вкладок появилась область «Что вы хотите сделать?» И щелкая в этой области, как только мы начинаем печатать запрос, хотим создать встречу, собрание, задачи, контакт, хотим непосредственно какое-то действие, включение помощника, и как только мы начинаем указывать запрос в этом поле, программа не только help предлагает по описанию этой возможности, а сразу команду ее выполнения. То же самое, что мы выходили в программу, в папку, в меню находили. Серьезный help, серьезное нововведение. С вложениями интересные нововведения появились. Открывая, создавая письмо «Вложить файл», появляются 12 последних файлов, которые мы обращались на этом компьютере, и возможность вставки документов с нашего облачного сервиса «Ондрайв». Если кто не зарегистрирован на сайте «Ондрайв», зарегистрируемся, заведем в себе учетную запись. Понадобятся, может, какие-то не такие ДСП или личные документы, но к которым доступ мы хотим иметь, отображаются. При получении письма, отправленное нескольким адресатом, мы видим не список всех получателей, а видим количество их получателей. Щелкая по этому количеству в ниспадающем меню, отображаются эти адресаты. Меняя размер окна на сотовых телефонах, планшетах, это происходит автоматически, сворачиваются элементы окна, подстраиваясь под данное разрешение. Новая папка «Несрочные» появившаяся в программе, правда, не во всех версиях на сегодняшний день еще имеет место быть. Если какие-то письма мы игнорируем, в дальнейшем они сами начинают в эту папку помещаться, а не полноценные, можно всегда к ней вернуться. Если мы поместим в эту папку некие письма, подобные будут в эту папку в дальнейшем, программы помещаться автоматически, периодически просматриваем папку «Несрочные» или в английской версии «Кланты». Если какие-то письма актуальны, чтобы предпрограмма не помещала их в эту папку, переносим их в папку «Входящие». Предпрограмма так поступать не будет. То, что нового, перешло с 2013 версии. Это тоже нововведение. Сейчас они аналогично присутствуют. Первая левая область, раньше, называемая до 2010 версии, область переходов, сейчас названная панелью папок. Нижняя часть, то, что было в предыдущих версиях в области переходов, кнопки папок, задачи календарей, заметки сейчас, их расположили в нижней полоске, по умолчанию, помню, первый раз, увидев как-то не очень привычно, область навигации. То, что ранее было в папках, в левой части задачи, здесь были папки, контакты, календарь. Сейчас это расположили в нижнюю полоску, называется область навигации. Быстрые действия. То, что мы имеем в сегодняшней версии, и в 2013, а в предыдущих версиях было на ленте переслать, ответить, ответить всем. В текущих версиях сделали быстрые действия. Как по разработчику, немного быстрее вы отвечаете на сообщения, нажимаете кнопки, сразу переходим в окошко ответа, пересылки, наверху в сводной строке, кнопки быстрых действий. Команды в списках сообщений. Если мы прочитали какое-то сообщение, но сделали это на бегу, к которому мы захотим в дальнейшем вернуться, конечно, через некоторое время мы о нем забудем. Нажимая правую кнопку на письме, мы говорим по мягке, как непрочтенное. В последних версиях есть так называемые команды в списках сообщений. Щелкая по левой части письма, появляется как полужирный шрифт, указывающий на непрочтение этого письма, ну так и полоска на это еще лишний раз внимание акцентирующая. Называется команда в списках сообщений. До 2010-го Outlook перемещать список папок было невозможно. Иногда это требовалось, особенно когда мы создаем немало подпапок и настраиваем правила, чтобы впредь сообщения от таких адресатов в их папки приходили, от таких в их папки приходили под папки, без ограничений древоидной структуры. И иногда хотелось, чтобы та или другая папка была повыше, а их уже много накопилось. На сегодняшний день, в 13-16 версии, мы можем взять папку и просто перевестить ее, расположив по желанию. Прямо буквально буксировочка. Раньше этого не надо было сделать. Быстрое представление о календарных планах. Переходя в папку «Календарь», мы видим наше мероприятие на текущий день, ну, в зависимости отображения, день, неделя, месяц на соответствующий период. Не переходя в папку «Календарь», находясь в папке «Почта», просто наводя курсор мышки на папочку «Календарь» в области навигации, Outlook сразу показывает, есть ли какие мероприятия на сегодняшний день. На наших компьютерах не запланировано ничего. Здесь опять на скрин экрана. Называется «Имейте представление о календарных планах на текущую дату». Тоже неплохое нововведение. Мы занимаемся у нас. Другие дела нам ни секунды нету, не до этого навели курсор. Вот нам предстоит идти на переговоры, на встречу. То есть сразу видим эти мероприятия. Погода – интересная возможность. Опять же, на поиски набрать погода в такой-то стране мы увидим. Но переходя по нескольким ссылкам, затратив на это время, на сегодняшний день, в 13-16 Outlook, находясь в папке «Календарь», наверху мы видим прогноз погоды. Если хотим посмотреть погоду в другом городе, по умолчанию Москва отображается, щелкнув мышкой на отображение соответствующего региона и набрав город, подтвердив «Энтером» полку, покажет погоду «Форека» по умолчанию. То есть иногда вопрос, кто у нас поставщик этой погоды, по умолчанию в Outlook «Форека» используется как поставщик данной услуги. Также осталось представление «Люди», почему на сегодняшний день, в 13-16 Outlook, находясь в контактах, мы видели, но и непривычный по отношению к предыдущим версиям Outlook, вариант отображения контактов, в 13-16 Outlook добавили представление «Люди», как оно в описании разработчика анонсировано. Вы видите основные сведения о ваших контактах. Ну вот это все нововведения 16-го пакета офиса программы Outlook, нововведения, оставшиеся с 13-й линейки офиса. Ну а теперь пройдемся в целом по направлению Outlook. Кто, как мы уже сказали, использовал ранее программу, увидит совершенно свободную работу и, переходя на новый офис, также свободно начали использовать данную программу. Выхожу в реальный Outlook. 2016 версия превью, которую, как мы вначале сказали, предлагается на сегодняшний день. Любому пользователю, кто хочет сказать, скачать, можно это сделать и сегодня вечером. Все настройки остались классические. Панель вкладок, лента, группы кнопок. Левое поле, область папок, нижнее поле, область навигации. Настройки во вкладке «Файл параметры» мы видим. То, что уже касались темы «Офис», если хотим поменять. Настройки папок Outlook, папка «Почта», календарь также присутствует, как и в предыдущих версиях. В общем, интерфейс остался классическим по настройкам. Левое поле, область папок, разворачиваем и сворачиваем. Правую часть, область чтения, на вкладке «Вид», область чтения отображаем, справа снизу, отключена, кому как привычно работать, до 2003-й версии. Она снизу была, с седьмой версии, добавили справа. Для создания сообщения, та же кнопочка на ленте, как и в прочем остальных папках, мы видим кнопку «Создание элемента этой папки», «Создавая сообщение». Заполняем необходимые поля. Кому? Копия, скрытая копия темы, текст сообщения. Все, что нам понадобится добавить при создании сообщения, мы находим или в группе «Теги», нажимаем кнопку «Дополнительно», или открываем вкладочку «Параметры», ну и те же кнопки «Дополнительно», а именно, можем настроить временную задержку, чтобы сообщение ушло в указанное время. Если сейчас то же самое проделываем, нажмем «Создать сообщение», нажали, и в группе «Теги» нажмем кнопочку «Дополнительно». Вот эта кнопочка, ее общее название, «Дополнительные параметры». Все, что нам понадобится дополнить при создании сообщения, мы находим вот в этой команде. Ну, а по команде, какие здесь настроечки, срок действия истекает, чтобы у адресата при получении сообщения письмо перечеркнулось в указанное время, ну, имеется в виду, можно на него внимание обращать. Не обращайтесь. Письмо останется полноценным, можно на него отвечать. Письмо в это время перечеркивается, если кто не пользовался командой. Срок действия истекает, или в предыдущих версиях называется «Недействительно после». У адресата в указанное время письмо перечеркивается. Ну, в плане «Можно не обращать на него внимание». Тут настройка. Не доставлять до. Если актуально, чтобы письмо ушло в указанное время, можно активировать эту команду. Письмо повисает в папке «Исходящее», и когда время наступает, оно уходит. Если компьютер ввлечен? Нет. Компьютер должен быть включен, более того, Outlook должен быть загружен. Это клиентская настройка, это не серверная. Компьютер и Outlook должны быть загружены. Если мы Outlook закрываем, не страшно, но письмо уйдет, когда мы в следующий раз Outlook откроем. Единственная тонкость, внимание, если кому не доводилось ранее использовать, адресат при получении письма во времени отправки, он получит его, когда мы укажем, там 19 и 20, а во времени отправки мы увидим, когда мы его отправили. То есть это важно. А то можно же сказать, Светлан, до 5 часов подготовь договор и отправь его заказчику. Ну, как-то мы так или попалывались, или сделали команду отправить его в 6 часов. То есть Светлана получит в 6 часов письмо, а мы так и, Светлана, ты чего это, мы тут написали с утра подготовить договор, а мы его только в 6 получили, а Светлана крайний, а я его в 6 получил, а мы, а нет, мы тебе в 10 отправили. То есть во времени отправки свойство письма будет, когда оно отправлено. Оно придет в 7 вечера, ну а когда оно отправлено, конечно, мы его увидим. Уведомить о доставке, уведомить о прочтении, ну, команды классические, если мы хотим, чтобы пришло уведомление, доставлено, прочтено, активируем эти команды. Единственное уведомление о прочтении по желанию пользователя. Когда он откроет это письмо, у него выйдет команда, отправитель запрашивает уведомление о прочтении, хотите его отправить или нет. Ну, а кнопки голосования, интересная настройка, чтобы адресат для ответа на письмо ответил не в вольной форме, а предложенными вариантами ответа, мы можем активировать команду кнопки голосования, и у адресата появятся эти кнопочки для ответа на письмо, он нажмет эти кнопки. Можно оставить предлагаемый вариант, можно написать свой. Единственное правило, через точку запятой. Правда, возможность работать только на Exchange сервере, если мы настраиваем Outlook на учетную запись интернета, эта команда не работает. Только на Exchange сервере. Ну, а в целом, все, что понадобится при создании сообщения в плане дополнения, группа теги, кнопка параметра. Высокая и низкая важность команды классические, начиная с первых версий, к исполнению, чтобы у адресата сообщение было помечено пометкой к исполнению, и в указанное время лишний раз вышло напоминание о пометке к исполнению. Можно помечать к исполнению отправляемые письма, можно любые свои письма, нажимая правую кнопочку на флажке в области отображения, мы можем любые уже полученные сообщения данными пометочками отмечать, добавлять напоминания. актуальная, особенно в работе команда, не забыть об этом, завтра начать рассылку приглашений, послезавтра подготовку договора, все не упомнить, добавляем напоминание к сообщениям, это будет наглядно, визуально, и в указанное время лишний раз выходит напоминание о необходимости соответствующей наметки. заместитель на учетной записи Exchange Server на учетной записи почты интернета также эта команда недоступна, ну а в компании актуально, чтобы в наше отсутствие уходил автоответ, вкладка файла автоответы, говоря, отправляйте автоответы, указываю текст, который будут получать адресаты, отправляй нам сообщения, когда у нас включен заместитель, до седьмой версии команда файл заместитель, сейчас ее назвали автоответы. Кто в компании, на Exchange Server для включения автоответов, файл автоответы, отправляйте автоответы, и указав текст, он будет уходить. Вкладочка файл, автоответы. И команды отправляйте автоответы, и текст, который будут видеть адресаты, отправляй нам сообщение. Если у нас включена команда автоответы, то в дальнейшем, работая в программе, возможность активируется на Exchange Server, то есть, включив заместитель, в принципе, мы можем продолжать работу. Можем отключить компьютер, это уже не завязано с нашим клиентским компьютером, возможность активируется на Exchange Server компании. Соответственно, мы можем работать за компьютером, будут уходить автоответы, мы будем письма получать полноценно, читать и работать с ними при необходимости. Единственное, у адресатов будут вот эти автоответы. Наверху, в сводной строке у нас активно команда, у нас включены автоответы. Если мы закрываем не отправлять автоответы, это отключение заместителя, ну или наверху нажать кнопочку «Отключить». По календарю. Для создания, соответственно, тот же интерфейс календаря, оставшийся 13-16 Outlook интерфейс, левое поле мы видим отображение календариков для пометки соответствующей даты, для создания встреч, событий, собраний на ленточке мы нажимаем «Создать встречу», нажимаем «Заполняем соответствующие поля». Для создания разового мероприятия заполнив тему, место, начало, конец, записная книжка, конечно, при необходимости поднять такой-то вопрос, не забыть о таком-то документе, сохранить и закрыть. Если встреча повторяющаяся, допустим, у нас ежедневно планерка происходит, нам нужно не вручную на несколько дней, а то и сотен дней внести это мероприятие. Заполняя поля, мы активируем команду повторения и в открытом сакушке соответствующие дни и даты повторения. В данном окне и мероприятия планерка, нажав «Повторение», я указал ежедневно каждый рабочий день, другой пример повторения, ну а именно внимание на практически все случаи жизни, допустим, мы купили абонемент в спортзал на 50 посещений, заполняя мероприятие, нажав «Повторение», активирую еженедельно, активирую, пусть будет абонемент на среду и пятницу, и завершить после 50 повторений. Outlook автоматически распределить по средам, пятницам до указанной даты. Можно потом в календаре посмотреть, а можно сразу, если я активирую дату окончания, Outlook показывает, что до второго марта 50 по средам, пятницам посещений. Ну а в целом, создавая мероприятие в нашем календаре, нажав «Повторение», указываем желаемые дни даты повторения. Ну а разовое мероприятие заполняя, просто сохранить и закрыть. Также можно буксировать повторение, кнопку повторения, если у нас на выборочные даты мы договорились о таком-то мероприятии еще поговорить на такие даты, рассылку приглашений мы будем делать сегодня и еще во вторник и в понедельник. Просто берем мероприятие, буксируем на эти даты. Можно создавать мероприятие также в направлении быстрых действий. Нажимая «Создать встречу» мы указываем начало-конец. Можно в плане визуализации окинув свое расписание мы так с двух до трех будем работать над таким-то проектом, выделив и нажав «Создать встречу», начало-конец сразу прописывается. Интересный возможный способ выделить. Сразу начало-конец прописывается. Чтобы создать собрание мы нажимаем «Пригласить участников». Здесь также возможность осталась классическая. Приглашая участников появляется строка «Кам», нажимая которую мы указываем адресатов и нажимая «Отправить». в нашем календаре появляется это мероприятие адресаты в папку «Входящие» получают сообщение с приглашением и если оно принимается данное мероприятие появляется в нашем календаре. Пока мы видим классические настройки и команды создания встреч, событий, собрания, встреча с приглашенными, события, допустим, у нас на завтра планируется мероприятие, выставка, нажимая «Создать встречу». Если мы активируем целый день, мы уже создаем события. Событие отображается в сводной строке, то есть оно не конфликтует с остальными событиями. То есть здесь у нас может проходить выставка и тут же работа с документами, встреча с клиентами, события в сводной строке. Папка задачи. Продолжение нашего расписания мероприятия, которые требуют не один день недели выполнения. Заказы первых квартал до 20-го нам нужно подготовить договор марта, заказы второй квартал до такого-то мая-июня подготовить папка задачи. Открывая папку задачи кнопка здесь также нововведений не добавили в элементах календаря и задачи планируя. Интерфейс остался тот же, команды остались аналогичными. Создать задачу заполняем планируем. В данном случае я уже заполнил. Открываю заказы, заказы первое квартал, работа над договором, срок начала, дата выполнения, чтобы кому-то назначить задачу, кнопка назначить задачу. Данная возможность уже касается коллективной работы, кто в компании, конечно, эти направления обязательны в работе, чтобы кому-то назначить задачу, кнопка назначить задачу. Появляется строка кому, нажимая которую, указываем адресатов. Адресаты в папку входящие получают сообщения. Кстати, если кто в аудитории создает задачу, можно тичи указывать. Этот компьютер тичи, чтобы некий момент осветить в плане вопросов. Когда мы завершим темы нашего вебинара, естественно, любые вопросы, как слушатели дистанционного обучения, так и аудитории присутствующие, естественно, разберем, рассмотрим. Можно тичи указывать. Нажав кнопку создать задачу, появляется строка кому, указав адресат, адресат получает папку входящие сообщения с поручением, и если оно принимается, данная задача появляется в его папке задачи. Здесь мы видим стандартные возможности привыкующих версий. Папка «Люди», 13-16 «Аутлук», папка «Контакты», названная папкой «Люди», открывая которая, вот это новшество, представление, мы можем отображать наши карточки «Контакты» в списке, как нам удобнее видеть, когда их много. Самый крупный вариант до 10-й версии исключительно визитная карточка. В 13-м и 16-м добавили представление «Люди». Как анонсировано разработчикам, вы видите основные сведения о ваших контактах. Мы имеем в виду, не открывая, справа сразу мы видим адрес электронной почты, фамилию, как, в общем, это и всегда отображается, и другие основные сведения о данном «Контакте». Заметки. Папка аналогичная. Все, что не вошло в наши папки календаря и задач, мы вносим заметки. Напрасно с вами клеящиеся листочки, но в электронном виде. Создать заметку. Нам позвонили, в газете вышла статья о нашей компании «Не забудь прочитай». Куда мы в календарь? Ну, можем, как-то это место, мы быстренько заметочки создали заметку, крестик, тут нет команды сохранения, крестик, это и есть ее сохранение. На заметках напоминаний нет, как в календаре и задачах предполагается, периодически просматривать папку заметки, смотрим, есть там что-то интересное или нет. Можно выносить заметку на рабочий стол, так как напоминаний на заметках нет, просто вынести заметку на рабочий стол, где мы оказываемся, завершая работу не пропустим лишний раз. Папка дневник, тоже кто не часто бывают сотрудники пользуются этой папкой, возможность позволяющая вести запись вручной деятельности, отслеживать время, затраченное на некие мероприятия. По умолчанию папки дневник в области папок нет, чтобы она отобразилась, нужно щелкнуть по папке, что представление папки означает, мы в левом поле видим список всех папок Outlook, в таком виде список, и папка дневник, именно в этом поле, как она отображается. Дальше, для создания элемента в любой папке Outlook, как обычно, находимся в календаре создать встречу, находимся в задачах создать задачу, в дневнике, в контактах создать контакт, дневнике, запись в дневнике, нажав запись в дневнике, что такое запись нашей деятельности в дневнике, ну допустим, мы хотим в итоге посмотреть, сколько времени затратили на какое-то мероприятие, сколько мы работали над отчетом, сколько мы работали над договором, работа в дневнике подразумевает просто отследить время, то, что мы делали бы в умножном виде, начиная работу, мы просто на лесочек себе бы пометили, начали работу над договором в 15-20, а завершив, посмотрев на часы завершили в 17-30. Все это делается в электронном виде, просто не забываем. Здесь надо не забывать, как только мы начинаем что-то на компьютере, войдя в дневник, мы пишем тему, ну допустим, работа над договором. можно выбрать тип записи, это значок, в котором отображение этого элемента в дневнике будет отображаться. Не обязательно, ну иногда накапливается, есть даже вот телефонный звонок, ну что-то на вроде хотим отследить время, сколько мы на телефон потратили, здесь, конечно, нужно ловкость рук, сняв трубку в дневник, мы, войдя, говорим разговор с таким-то городом и нажимаем запустить часы, ну есть так называемый телефонный звонок. Ну в данном случае работа над договором больше на задачу подходит. И вот продолжим суть дневника, начиная какой-то проект, если мы не забудем войти в дневник, нажав запись в дневнике, напишем тему и нажмем запустить часы, а завершив работу над этим проектом, ну естественно сворачиваем, работаем, занимаемся своими делами, просто не закрываем эту запись. А когда мы в дальнейшем завершим работу, вернув эту запись, время будет автоматически. Ну сейчас, естественно, время мы не будем ждать, ну напишу руками, что в принципе тоже Outlook не запрещает, можем приписывать себе время. И если мы так делаем, то в дальнейшем, входя в дневник, мы увидим по умолчанию так называемая временная шкала в отображении элементов дневника, наверное, это наиболее ненаглядный вариант, здесь больше список подходит. Если мы захотим в дальнейшем посмотреть, сколько раз работали над договором, то мы сейчас нажимаем запись в дневнике и пишем то же самое, ну завтра продолжим работу, мы открываем, говорим работа над договором, и, соответственно, опять запустить часы, опять ждать не будем, напишем сколько-то, сохранить и закрыть, то потом мы увидим просто список, когда мы этим занимались, а время Outlook показывается автоматически. Чтобы накапливалось, сегодня поработали 50 минут над договором, завтра продолжим, и вот чтобы накапливалось, мы просто двойным щелчком открываем ранее созданную уже запись и просто нажимаем запустить часы. Ну а в целом возможный дневник Outlook позволяющий отражать записи над чем мы работали и запуская часы программа отслеживает время автоматически, чтобы мы в дальнейшем посмотрели в дневнике над чем мы работали и сколько времени на это тратили. Единственное, просто нужно при необходимости отражения записи в дневнике нажимать создать запись, завершая нажимать сохранить запись. Вот работаем в дневнике. Вернемся в папку почта, если кто использует сейчас программу. Работа с категориями осталась стандартной. Что такое категория? Мы можем искать элементы Outlook по темам, по отправителю, щелкая мышкой в строке поиска нам предлагается указать запрос. Плюс появляется вкладка поиск для дополнительных критериев поиска. От кого мы хотим найти письма? Тема с такой-то имеется ли вложение? Если кто туда не заходил, вопрос на занятиях часто присутствует. А можно ли искать сообщения с такой-то тематикой вложений? То есть мы хотим найти не только письма с вложениями, а еще нам присылали в прошлом году приглашение на какую-то выставку. Вообще не помним от кого, кто присылал. В теме письма тоже не помним, что было. Но в тексте письма точно есть приглашение на выставку. В тексте даже вложения есть приглашение на выставку. И мы хотим найти все письма внутри вложений, которых есть такой-то текст. И на дополнительной вкладке поиска есть команда больше и команда вложения содержит. И выбирая эту команду, указав слово сочетание, будем искать письма с содержимым вложений. Единственное, по PDF не ищется. Этот вопрос тоже по PDF. Ну, соответственно, немножко другая структура файла. Когда мы входим в поиск, мы находимся в условиях поиска или на ленте закрыть поиск, или, соответственно, по папке входя. По умолчанию нужно по файлу подберить? Нет, по умолчанию, если мы сейчас просто щелкнем в строке поиска, то по умолчанию ищется по теме и содержимым. По интеллектуальному поиску вот просто на глаза попался вариантом пришло письмо, не хотите ли посмотреть анонс по фестивалю Спасская башня, выделяю Спасская башня, нажимаю правую кнопку и в 16-м алтук вижу новую команду, ранее не было. Интеллектуальный поиск. Щелкаю и то, что раньше при первом базе ни разу еще не входил, это только перед занятием нам был 16-го все установлен, алтук говорит принимаете соглашение, говорю да, ну и теперь он начинает работать. И то, что сейчас получил бы в интернете, выйдя в классический браузер, что мы всегда делаем на сегодняшний день, типа алтук на несколько шагов упрощаем алтук. Интересная возможность. поиск серьезного введения помощник, действительно, как в первый раз попался, думаю, ну вообще молодцы. Особенно, кто начинает, как там, где этот помощник, где этот заместитель, как создать собрание, и как только я начинаю сюда писать, сейчас там какой язык, собрание, алтук сразу предлагает мне создать приглашение на собрание. и щелкай по этой команде, это то же самое, что я сейчас вышел бы в календарь и щелкнул бы на команде создать собрание. Хочу создать контакт, ну и хорошо, сейчас выйду в папочку люди, нажму создать контакт, создать контакт, а как только я в поиске, в любой папке, находясь, нажимаю, начинаю набирать контакт, алтук сразу предлагает или перейти в папку контакт, или создать контакт. Хочу включить автоответы для автоуведомления на поступающие письма начинаю писать автоответы, хорошее нововведение, то есть не только help, а сразу команда выполнения данной возможности. Касается все линейки, кто установит пакет офиса 16-й, это будет и в Орде, и в Excel, и PowerPoint. Все линейки. Работа с категориями. Осталась возможность классическая, ну там в принципе что еще придумать, чтобы помечать принадлежность любого элемента Outlook к какому-то проекту, начинаем выставку, начинаем готовить презентацию, начинают письма приходить к выставке относящиеся, начинают люди участвовать в выставке, в календаре планы, в задачах задачи планироваться. Конечно, очень удобно создать категорию проекта и помечать все, что будет к этому проекту относиться. И вот на вкладке главное в Outlook есть команда выбрать категорию. По умолчанию разработчики не знают наших проектов и просто анонсируют категории проектов зеленые, желтые и так далее. Сейчас запомнить и в предглаве держать, что к выставке относящейся мы будем помечать лиловые категории конечно не очень комфортно, поэтому просто создаем имя проекту. Нажав выбрать категорию все категории, выбираем цвет, это наше личное желание, кнопка переименовать, соответственно присваиваем имя проекту. Только чтобы нам удобнее было. Те предложения, которые по умолчанию Outlook предлагает, это просто по умолчанию, когда они будут выбраны, мы можем нажать кнопку создать, написать имя, выбрать другой цвет, до 25 категорий предлагается проектов Outlook создать. Вот для пометки принадлежности любого элемента Outlook к какому-то проекту, ну, братан, с вами какой-то тематики, относящейся, будь то встречи, события, собрания или контакт, создав категорию проекта, в дальнейшем все, что будет каким-то образом относиться, каким-то боком, так скажем, относиться к этому проекту, правая кнопка выбрать категорию и помечаем эту принадлежность. Вот во входящих пару писем я пометил принадлежностью. Открываю календарь, нажимаю на мероприятие, правую кнопочку выбрать категорию, помечаю выставка, открываю люди, несколько сотрудников участвуют в этом проекте, нажимаю правой кнопкой выбрать категорию, помечаю. Единственное, в контактах принадлежность категории, ну, на входящих в таких значках наглядно вполне в календаре еще более наглядно в цифровом исполнении, а в контактах только в табличном представлении. Вот на этом представлении люди, как оно названо, это не видно, только список или телефон, называется это табличный вид представления. И вот есть поле категория показывающая наглядность представления. Открываю задачи, на любой задачи нажимаю правую кнопку выбрать категорию, помечаю. Это суть работы с категориями. На все случаи предугадать критерии поиска нельзя, вот как мы по нашему примеру, у нас начинается выставка, и в дальнейшем нам по окончанию выставки необходимо найти все, что в луку относилось к этой выставке. Письма в этом проекте участвующие люди, участвующие в календаре мероприятия планируемые, а как просто просматривайте визуально, что там относилось к выставке, помечаем принадлежностью, и теперь, чтобы посмотреть все, что к этому проекту относится, в любой папке, находясь Outlook, щелкнув в строке поиска, опять, вот на этой ленте вкладки к поиску относящейся появляющейся автоматически, есть команда «Хотим найти любой элемент Outlook, относящийся к категории ну и вот наша выставка, ну и соответственно, Outlook оставляет и письма, и контакты, и задачи, и мероприятия календаря, календаря, относящиеся к этому проекту, к этой категории, хорошая возможность, кто не использовал ранее, как только появляется что-то у нас по работе или в личном плане, к чему будет относиться в дальнейшем немало из наших элементов папок Outlook, создаем категорию и просто шприц помечаем, правой кнопочкой категорию помечаем. Нам будет достаточно наглядно, визуально, ну и потом легко находить все, что к этому проекту относится. Архивация для дома это не так принципиально. Все наши данные Outlook хранятся в файле, называется он файл данных. Кто на работе, всем выделяется определенный размер почтового ящика и с определенной периодичностью необходимо обращаться к архивации, чтобы элементы поступившие или созданные до такой-то даты, уходили в архив. Самая главная суть архивации Outlook что подразумевает? Это не та архивация, что Windows, а освобождение почтового ящика. Всем в компании выделяется какой-то размер почтового ящика. Всем. Кому 2 гигабайта, кому 5 гигабайт, где-то такой классический вариант. И когда наш почтовый ящик заполняется, у нас выходит сообщение, что при заполнении почтового ящика отправка приема сообщений становится невозможной. Поэтому с определенной периодичностью приходится обращаться к архивации. Команда осталась прежней. Вкладка файл средства очистки архивировать. Вкладка файл средства очистки там же, где автоответы архивировать. В открывшемся окне мы указываем папку, элементы, которые архивируем, ну как правило, входящие. Повторю, если мы сейчас доведем до конца, письма, поступившие до такой-то даты из папки входящей исчезнут, но ни в коем случае не удалятся, а в области папок ауту появится папка архивы с полноценной структурой папок-подпапок, где эти письма себя прекрасно чувствуют, но они уже с сервера компании автоматически перемещаются на наш локальный компьютер. Делаем с ними любую работу, отвечаем на них, мы высвобождаем место почтового ящика. И вот, войдя в файл средства очистки, пометив папку входящую, указав дату, ну, допустим, все письма, поступившие до 1 июля этого года. И если мы нажмем ОК, нажмем ОК, в принципе, можно потом опять переместить письма из этой папки в папку входящую. Главная суть архивации. Это появление в левом поле папочки архивы с полноценной структурой всех папок под папок ранее имевшихся в нашем компьютере и письмами там тоже на своем месте. Хотим, отбуксируем их опять в папочку входящую. Просто, кто в компании, это обязательность с некой очередностью обращения к архивации в освобождении нашего почтового ящика. В папке архивы в области папок алтург мы всегда письма там находящиеся найдем и работаем с ними как обычно. Ну что, вот все возможности мы видим офис 2016 программы Outlook 2016 интересные нововведения в начале о которых мы говорили работа с вложениями интеллектуальный поиск облачный сервис вставка файлов во вложения с нашего сервиса OneDrive кто не завел заведем нововведения с 13 перешедшие ну и в целом основные возможности программы по направлению электронной почты и планированию. Конечно это самые основные возможности по которым мы пробежались кто работал эти возможности в основе своей использовал кому нового конечно более подробное изучение данной программы ну и конечно об этом мы помним всегда в центре обучения практически тысяча направлений тысяча курсов которые мы можем проходить если кому полное изучение программы Outlook возможности планирования коллективной работы очень много конечно есть курс по данному направлению 4 занятия где мы все это очень подробно как по почте это только основные мы осветили сегодня возможности самые-самые основные так и по планированию по тестированию можем Продолжение следует...